Добрый день, дамы и господа, Ивана Яковина. В студии Радио НВ начинаем нашу еженедельную передачу о самых важных и интересных событиях за пределами Украины. Сегодня у нас опять есть номер Вайбера, которого не брал в прошлый раз по каким-то техническим причинам. Я его даже сейчас скажу. 067-839-3879. Поменялся номер Вайбера. Прошу обратить ваше внимание тем, кто регулярно им пользуется. Еще раз скажу. 067-839-3878. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания или что-то там еще, можете писать мне вот на этот Вайбер. Сегодняшняя тема, давайте я сразу скажу, о чем говорить будем. Трамп у нас идет в контратаку на Джозефа Байдена. Это первая тема. В Америке нашлась игла Кощея Путина. Или, как выразился один мой товарищ, осиновый кол ему в сердце. В Гаге следователи уже взяли Кремль за Кохонес, как их называют в Мексике, за Шары, как их называют в Америке, или за Фаберже, как их называют в России. А также, если успею, поговорим обязательно о Северной Корее. Там очень классная история сейчас происходит. Ну и про Индию с Китаем, которые сейчас делят Азию, Гималайские горы, ну и весь мир и так далее. Но сначала все-таки хочу сказать несколько слов об Илоне Маске и его компании SpaceX, которые, конечно, недели две назад запустили все-таки свой космический корабль Crew Dragon с космонавтами на МКС. Все прямо так обрадовались. Многие решили, что это супервеликое достижение. Оно, в общем, и есть великое достижение, но не для самого Илона Маска. Дело в том, что те проекты, которые нам кажутся прорывными, суперновыми, невероятно крутыми и так далее, и так далее, такие как Crew Dragon, Falcon Heavy. Помните, ракета такая состоявшая из трех как бы частей. Взлетела, по-моему, года два назад. Starlink — это сеть спутников, которая будет покрывать собой весь мир и раздавать в любой точке планеты скоростной интернет. Запуски возвращаемых ракет и так далее, и так далее, и так далее. Все это для Илона Маска всего лишь средство для зарабатывания денег. Для него это, знаете, не такая необходимая повинность, которую надо отбыть, чтобы сделать, решить свою главную задачу. А именно, главная задача, как известно для него, это заселение Марса, построение колонии на Красной планете. И я всегда призвал людей помнить о том, как называется компания Илона Маска, вот эта основная, так сказать, флагманская, она называется Space X. X в этом названии означает Exploration, то есть исследование, освоение, ну как угодно переводите. Поэтому сейчас после того, как был запущен в космос Crew Dragon, то есть космический корабль с экипажем на борту, Илон Маск, по сути дела, выполнил все свои текущие обязательства перед НАСА, перед Американским национальным агентством по освоению космоса. И сейчас он собирается, то есть он не просто собирается, он уже написал своим всем сотрудникам, что все силы сейчас брошены будут на строительство корабля Spaceship, точнее Starship, то есть звездный корабль, который это такой супертяжелый космический корабль, пилотируемый, который сначала, видимо, первые свои рейсы будут совершать на Луну, а потом уже дальше и на подобных кораблях Илон Маск собирается завоевывать и Марс. Ожидается, что в 22-м году первый такой корабль полетит на Марс, на Луну, видимо, и того раньше. Ну а сейчас этот корабль очень активно создается, этот космический корабль сейчас строится в Техасе, в городе Бока-Чика. Это, знаете, городок, точнее, городом это не назовешь, на самом деле, это какой-то такой селонь, да, довольно небольшой, половину которого SpaceX уже купил для своих нужд, но это на самой границе с Мексикой, и там, где Мексика, Техас и Мексиканский залив сходятся, так сказать, воедино, вот там стоит эта Бока-Чика, и там, собственно, Илон Маск проводит эксперименты по строительству и запуску вот этого вот спейсшипа. Так вот, сейчас, как я понимаю, в основном вот эти прототипы все у него взрываются, но это хорошо. Знаете, почему хорошо? Лучше они, пускай, сейчас взорвутся, чем тогда, когда внутри них будет сидеть куча народа, и они будут лететь куда-нибудь к Марсу. Потому что сейчас они до предела мощности проверяют вот этих космических кораблей, точнее, их прототипов, проверяют все показатели и так далее, и так далее. То есть, короче, они сейчас эти занимаются почти сознательным уничтожением этих прототипов, просто смотрят, насколько далеко может зайти то или иное действие. И, в общем, короче, до этого момента, до текущего момента, примерно 10% всех ресурсов, денег, возможностей и всего прочего о SpaceX было направлено на создание вот этого тяжелого межпланетного корабля. Сейчас Илон Маск обещает там 60-70% бросить на это дело. Он призывает сотрудников SpaceX из Калифорнии и Флориды переезжать в Техас вот в эту самую Буку-Чику. Даже самолет, насколько я понимаю, у них свой есть SpaceX-овский, специально купили они, чтобы на этом самолете возить людей туда-сюда, из Калифорнии в Техас и обратно. В общем говоря, дело пошло, и я думаю, что, знаете, учитывая энергичность и настойчивость Илона Маска, вполне возможно, что действительно до 2022 года они действительно отправят вот эти первые корабли на Марс. Было бы очень-очень круто. Я, например, честно вам скажу, я собираюсь летать на Марс, если доживу до того момента, когда такое будет возможно. Там, говорят, билет будет стоить около 100 тысяч долларов. Мне уж там знакомые пообещали скинуться насобирать на такой билет. И если я действительно полечу, а не полечу куда-нибудь, знаете, на море с этими деньгами. Но я обещал, обещал, что если будет билет, кстати, я думаю, что и радиослушайте с удовольствием. Может, мне там наковыряют денежек на билет на Марс. Буду оттуда передачу вести, если придется. Ну, смотрите, поэтому сейчас вот в этой самой Бокичике, по сути дела, поселился и вообще обосновался главный центр космических исследований мира. Не просто даже Соединенных Штатов, а мира. Поэтому я призываю, конечно, всех людей, которые, особенно маленьких людей, детей, которые сейчас только начинают свою, так сказать, карьеру, побольше интересоваться наукой, техникой, инженерией, математикой и так далее, астрономией. И, может быть, у вас тоже получится полететь куда-нибудь на Марс или на Луну и построить там, поучаствовать, по крайней мере, в своими первых колониях. В общем, это было бы очень круто. Но для того, чтобы все это произошло, необходимо, чтобы Америка продолжала быть очень сильной и уверенной в своих силах страной. С этим, знаете ли, могут быть небольшие проблемы, потому что сейчас власти находится Дональд Трамп. Дональд Трамп, он, с одной стороны, вроде как поддерживает исследования космоса, но, с другой стороны, он человек, который не очень понятно, в каком направлении ведет Соединенные Штаты. Хотя, вроде бы, с Луаном Маском у него неплохие отношения. Но, тем не менее, в прошлой своей передаче здесь, на радио НВЭ, говорил, что у Дональда Трампа очень быстро падает популярность, что страна поменялась, что расизм теперь очень не в моде, что он теперь страшнее стал, чем погромы, которые устраивают вот там некоторые чернокожие жители и примкнувшие к ним белые. А также, что полицейское насилие, системное полицейское насилие в отношении меньшинств для большинства американцев стало намного более опасным, чем сами погромщики. Дональд Трамп этого не понял. Он поставил на максимально жесткий ответ на действия демонстрантов, которые вышли протестовать буквально уже где-то месяц назад, да? Несколько недель назад, точнее сказать, да? И он ошибся. В результате этой ошибки отставание Трампа от Джо Байдена в какой-то момент составило 14%. Сейчас оно, правда, по RealClearPolitics среднего значения составляет всего лишь 9%. Но, знаете, 9% для американской политики это тоже очень-очень много. То есть, действительно, Дональд Трамп сильно отстает от Джо Байдена. Демократы, знаете, я смотрю, ну, читаю, что пишут их сторонники у себя там в Америке, да и не только в Америке, демократов хватает, то есть сторонников демократов хватает и в Европе. Эти ребята уже давай открывать шампанское, они уже чуть ли не победу празднуют, говорят, все, круто, Трамп сгорел, Трамп спекся, он погиб, сейчас мы ему, значит, быстренько раскатаем его и захватим власть, и все будет хорошо. Однако, я, знаете, в такие моменты, когда слышу такие речи, я всегда говорю, что слишком рано, до выборов еще почти 5 месяцев, все обязательно поменяется. И ситуация с опросами общественного мнения тоже изменится, да еще и много раз изменится. Потому что смотрите, насколько сейчас быстро вообще вся меняется политическая ситуация в Соединенных Штатах. Если вы вспомните всего лишь с начала этого года, то есть сколько сейчас прошло, 5 месяцев полных, да, прошло с начала года, так вот, что уже было? Во-первых, был импичмент президента, господи, события случаются раз в десятки, в несколько десятков лет, да. Дальше, было начало, собственно, ковида-19, всемирная глобальная пандемия, которая вообще раз в 100 лет случается. Потом экономический кризис, такого кризиса не было со времен Великой Депрессии, тоже раз в 100 лет. Потом кризис в Иране было, про который вообще уже все забыли. Ну, помните, Сулеймани, генерала Касема Сулеймани убили, там дело чуть до войны не дошло между Америкой и Ираном. Про это вообще уже даже не вспоминаю, да, какие-то дикие пожары были в Австралии, чуть, этот сам, в Африке огромное нашествие саранчи, которого не было уже там тысячелетиями, да, вот это все было только с начала текущего года. Сейчас вот, к тому же, смотрите, в Америке опять уже даже обо всех этих забыли событиях, которые раз в столетие происходят, да, их тут целый десяток там выпал, да. Так вот сейчас все заняты расовыми проблемами, потому что последний раз погромы такого уровня, вообще манифестации такого уровня в Америке были в 1968 году. Посчитайте сами, сколько лет назад это было, потому что у меня плохо с математикой, я не могу считать. Так вот, то есть ситуация меняется катастрофически быстро. Нет никаких гарантий, что демократы вот так вот с преимуществом в 9% доедут до 3 ноября, когда в Америке состоятся выборы президента. Поэтому демократы очень-очень рано радуются. Я их от этого всегда предостерегаю, что не надо так быстро радоваться, надо как можно активнее работать и увеличивать свое преимущество над Дональдом Трампом, электорально, если они, конечно, хотят победить. Тем более, что у демократов есть свои очень-очень серьезные проблемы в Америке. Знаете, в чем проблема, самое главное? Демократы Джо Байден сейчас не может выбрать вице-президента. В чем-то проблема, потому что он пообещал, что вице-президентом обязательно будет женщина. То есть половина, даже больше половины кандидатов на пост вице-президента отсеивается автоматически просто по той простой причине, что у них, извините, между ног не то дело. Потом, сейчас очень сильное противостояние, потому что чернокожие люди, чернокожий, так сказать, кокус американский, очень хочет увидеть черную женщину в качестве вице-президента, а прогрессивные люди типа Берни Сандерса, Элизабет Уоррен и так далее, они говорят, нам нужна прогрессивная тетка, нас не устраивает черная просто цвета другого. Нам нужно, чтобы у нее убеждения были такие, как нам нужны. В принципе, такая женщина есть, которая удовлетворяла бы обоим этим требованиям. Зовут ее Нина Тернир, это бывшая сотрудница Берни Сандерса, но она больно радикальная. Она такая радикальная, что даже для Берни Сандерса она слишком радикальная была, как мне кажется. То есть она суперлевая. Есть еще такая Камала Хэррис, нынешний сенатор от штата Калифорния, но Камала Хэррис тоже может стать проблемой. Знаете почему? Потому что она для черных, а не достаточно черная, в том смысле, что у нее мама, по-моему, индианка, а папа только черная, к тому же она работала прокурором, а люди чернокожие, американцы не очень любят прокуроров, потому что у них как бы с прокурорами отношения традиционно не очень хорошие. Это во-первых. Во-вторых, прогрессивные американцы, да, левое крыло демократической партии, тоже не любят Камала Хэррис, потому что у нее нет четких позиций практически ни по какому вопросу. Она туда-сюда виляет и вообще такая, ну, как желе, а не политик. То есть неприятно, непонятно, как с ней быть, и, в общем, Камала Хэррис не очень получается, да. Но самое-то главное сейчас вот что. Смотрите, выбирать будут люди, когда пойдут на выборы президентов 3 ноября, конечно же, эти люди будут выбирать не президента Байдена, да, они будут выбирать его вице-президента. Почему? Потому что Байден очень старый, очень больной, и всем понятно, что долго не протянет. Поэтому, как бы, выбирая сейчас человека 3 ноября, будут смотреть не на самого Байдена, а на того, кто идет с ним, потому что Байден, извиняюсь за цинизм, даст дуба в какой-то момент, да, и вот этот человек станет президентом, причем президентом сразу на несколько сроков, судя по всему. Поэтому вот все смотрят на этого человека. То есть, наверное, знаете, парадоксальным образом сейчас в этой конкретной гонке, да, вице-президент, вообще выбор вице-президента становится намного важнее, чем выбор, собственно, кандидатов в президенты. Да, это впервые, наверное, такая ситуация, потому что сейчас, вот знаете, у Байдена высокий рейтинг, потому что все надеются увидеть в связке с Байденом какого-то своего человека, симпатичного себе человека. Но вот когда такого человека не окажется, вот тогда могут начаться серьезные проблемы. То есть, когда вместо того, кого вы мечтали видеть, или там какая-то группа избирателей мечтала видеть рядом с Байденом, окажется совсем другой человек. Вот это будет, конечно, большая проблема. И когда такой человек появится, то тогда, я уверен, рейтинг Байдена начнет сокращаться, потому что очень многие люди будут разочарованы, недовольны и так далее. Ну, например, условно говоря, пойдется с Байденом вот эта самая Элизабет Уоррен, да, она белая. И сразу чернокожие, конечно, будут разочарованы, скажут, не, ну если не взяли чернокожую женщину, то мы не пойдем за Байдена голосовать, потому что он далеко куда-нибудь пошел, короче говоря. И вот таким образом могут отвалиться части избирателей Джо Байдена. И ситуация, в общем, не очень хорошая. А республиканцы, глядя на то, что демократы никак не могут выбрать себе, так сказать, вице-президента к Байдену, зловещи потирают свои республиканские лапки. Их-то ситуация полностью устраивает. Дело в том, что они не просто сейчас не напуганы, а республиканцы серьезно настроены на победу. Причем на победу с очень крупным счетом. Смотрите, согласно исследованию, статье в газете в здании «Политика», недавно совсем вышла американская, план там у республиканцев такой. Смотри, на что они надеются? Во-первых, на то, что коронавирус сейчас потихоньку отступает. Сейчас появляются лекарства, скоро будет вакцина. Экономика быстро набирает обороты, динамика роста сейчас уже отличная. То есть самую нижнюю точку экономика уже прошла. Дальше. Байден, как я уже сказал, едва живой. В любом моменту у него может поехать крыша, или он просто помереть может. Ну, в общем, непонятно, как на Байдена очень ненадежный человек. Дальше. Нынешние опросы общественного мнения – это полная фигня, поэтому к ноябрю будет ситуация абсолютно другая. Дональд Трамп легко перезбьется президентом. Вот на это надеются республиканцы. Надо сказать, что эти расчеты республиканцев не лишены оснований, потому что лекарства уже есть. Противовирусный ремдисивир, он замедляет развитие вируса, и люди из-за этого выздоравливают на 3-4 дня быстрее, чем без приема этого лекарства. Только что британцами открыт в качестве лекарства дексаметазон. Это стероид, который подавляет воспаление избыточное и иммунный ответ организма на… То есть, опять же, избыточный иммунный ответ организма, из-за чего умирают самые тяжелые больные. То есть, самые тяжелые перестанут умирать. Кроме того, по последним данным, экономика действительно начала отскок. Американский рост недавно совсем был на 2%. Безработица очень быстро падает. И, кстати, тут уместно вспомнить, что после урагана Катрина, помните, который почти полностью снес Новый Орлеан. Вот как только Новый Орлеан почистили, там экономика восстановилась почти моментально. Рост был скоростной, просто невероятной скоростью и очень быстрый. Поэтому, тут еще, кстати, один важный такой момент. Ровно год назад я был в штате Огайо. Я вам скажу, там народ, все говорили, что будем голосовать только по экономическим соображениям. Поэтому, ну да, сейчас у Трампа действительно есть возможность победить в ноябре текущего года. И действительно, демократы слишком рано радуются. К чему это приведет, поговорим уже в следующей части. А сейчас у нас новости и реклама. Продолжаем разговор. Иван Яковинов, студия НВ. Вот по Вайберу 067-839-3878 пришло сообщение. Вопрос, не считаю ли я, что США как основу демократического строя подпилят все-таки с разных сторон тоталитарные государства. Россия, Китай и более мелкие. Они очень бы хотели это сделать, но я не уверен, что они смогут. Потому что силенок маловато все-таки. Но, учитывая то, что такого человека, как Дональд Трамп, блин, к сожалению, у них все-таки шансы сделать это есть. Потому что, ну вот Россия в прошлый раз довольно успешно вклинилась в американские выборы. И даже посодействовала избранию Дональда Трампа в качестве президента. Вот такая вот история. Поэтому, к сожалению, все, ничего нельзя исключать в этом смысле. Итак, поехали. Я начал там говорить про то, что я был в штате Огайо, разговаривал в том году в штате Огайо с людьми. Они говорят, да-да-да, нам Трамп не очень нравится. Но Трамп сделал так, что у нас очень хорошо дела сейчас с экономикой идут, у нас много денег. И поэтому мы лучше за Трампа проголосуем, чем до какого-то там чувака, который будет заботиться не о нас, американцах, а каких-нибудь оборванцах там в Восточной Европе или каких-нибудь там странных чуваках в экваториальной Африке. Нам, говорит, эти люди говорили, мне лично, что нам хочется, чтобы нам хорошо жилось. А то, как там живут африканцы или восточные европейцы, это нас особо не колышет. Хотя, да, Трампа мы считаем дураком, и он всякую фигню говорит, и лучше бы он был нормальным президентом. Поэтому нет никакой гарантии, что люди проголосуют за Джо Байдена, даже увидев, что Трамп откалывает какие-то странные штуки. Если экономика американского сейчас очень быстро начнет восстанавливаться, а она начала восстанавливаться, то в этом случае, конечно, шансы Дональда Трампа на переизбрание будут очень высоки. И то, что демократы сейчас уже с шампанским ходят и празднуют по Вашингтону и по Нью-Йорку свою победу в ноябре, это они делают слишком-слишком рано. Так, поехали дальше. Что еще? Кроме того, да, надо же сказать, что Байден действительно все хуже и хуже выглядит. К моменту дебатов с ним может быть все очень печально. Знаете, нет никакой не гарантии, что на дебатах он там вообще не посыпется. Скорее даже наоборот, с ним уже были всякие разные странные косяки, всякие случались истории, когда он, например, забывал, где находится, или он забывал, куда он избирается и так далее. Он во время одних из дебатов сказал, что он избирается в Сенат США, хотя он вообще-то в президент уж идет. Ну, короче, есть у него проблемы такие ментального характера, и тут тоже есть основания для республиканцев радоваться тому, что... Ну, как бы не то что радоваться, а просто не унывать, я бы так сказал. Ну и опросы, естественно, тоже сто раз изменятся. Кроме того, знаете, есть еще ряд опасных для Байдена факторов на ноябрьских выборах. Ну, во-первых, американские либералы очень часто забивают на голосование, остаются дома, когда думают, что победа у них полностью в кармане. Вот именно это, кстати, произошло в 2016 году. Тоже может случиться и сейчас, потому что, помните, тогда все были уверены, что Хиллари Клинтон победит, кроме меня, кстати, я говорил, что победит Трамп, но многие были уверены, что победит Хиллари Клинтон, и поэтому даже не шли голосовать, там уже готовились отмечать, у себя там столы накрывали, да, ну и в результате потом за этими столами пили горькую водку и плакали. То же самое запросто может случиться. Я, кстати, в США видел своими глазами людей, которые не голосовали на выборах сами, но при этом ругали тех, кто тоже, как и они, не голосовал. Чтобы проголосовать за Байдена, к тому же, действительно, надо сделать над собой усилие. Он очень старый, унылый, скучный и вообще бестолковый мужик. И он вызывает, знаете, столько же радости и энтузиазма, сколько вот дохлая какая-нибудь там собака или кошка в канаве лежащей придорожной. Кроме того, в свете последних событий чернокожие американские, в той же самой Миннесоте, да, сейчас могут плюнуть и не пойти вообще голосовать на участке, да, потому что захотят показать палец всей системе в Вайоминге, в Висконсине, в Пенсильвании может случиться то же самое, а без голосов афроамериканцев Джо Байдену не выиграть. Ну, сейчас он, конечно, отредит на то, чтобы на агитацию афроамериканцев своего бывшего начальника Барака Обамы, ну, непонятно, поможет ли это. В общем, борьба будет реально очень-очень непростой. Абсолютно ничего еще не решено. Демократам надо сейчас землю грызть, а не радоваться. Ведут они себя, на мой взгляд, сейчас очень беспечно и даже глупо. Кстати, при других обстоятельствах я бы сам был бы против всех, против Байдена в том числе, но более-то до прошлой недели я был против всех, но сейчас, скрепя сердце, я все-таки буду за Байдена, я признаюсь, я буду топить за Байдена. Я уверен, что это, то есть, как сказать, наоборот, я не уверен, что для Америки Джо Байден станет таким уж большим счастьем и приобретением, но Джо Байден сейчас, знаете, нужен персонально мне, а также, как мне кажется, от его победы очень сильно выиграет Россия и Украина. Смотрите, дело в том, что если Джо Байден победит, появится очень серьезная надежда на принятие закона ДАСКО. Закон расшифровывается, эта аббревиатура расшифровывается как Defending American Security from Kremlin Aggression Act, то есть законопроект по защите американской безопасности от агрессии Кремля. Собственно, этот акт и должен стать той самой иголкой Кащеевой или осиновым колом в сердце режима Владимира Путина. Трамп же этот закон ни в коем случае не примет, поэтому, на мой взгляд, он должен уйти. Смотрите, по моему мнению, путинский режим должен прекратить свое существование к 2022 году, причем это должно произойти по независимым от Владимира Путина причинам, поскольку прикончен его режим должны американцы, вот если в том случае, как раз если победит Джо Байден. Тут мне, конечно, скажут, уже хранили сколько раз, путинский режим, он все на месте. Но это совсем другая история. Смотрите, у ДАСКа этого, кто не знает, на всякий случай я должен это рассказать радиослушателям, потому что это довольно большой законопроект, но он довольно интересный, к тому же. У этого законопроекта несколько пунктов или направлений. Вот эти пункты и направления все соединены одним общим смыслом. Надо сделать такую дубину, которой можно будет стукнуть Кремль по голове за его плохое поведение. Вот, собственно, эти пункты, из которых состоит вот эта самая ДАСКа. Первый пункт бюрократический. Авторы законопроекта хотят воедино собрать и спаять самые разные законы о санкциях против Российской Федерации и создать так называемый sanctions office, то есть санкционный отдел государственного департамента США, который будет регулировать и координировать работу всех санкций против России. Дальше. Второй смысл это банковский. Фактически этот законопроект запретит российским банкам работать с долларом США, а вы знаете, и также заморозит их активы на Западе, а без доллара США любой банк перестает быть банком, он превращается в какой-то обменник валюты, даже обменником не может быть, потому что все равно доллары не может менять. В общем, банков без долларов не бывает, потому что доллар это и главная валюта в мире, поэтому банкам российским сразу настанет кирдык. Кроме того, финансовый смысл есть еще. В законопроект вводят полный запрет на все операции с новым российским долгом. Таким образом, российские банки, российское государство, российские компании не смогут рефинансировать свои старые долги и таким образом начнут банкротиться. Дальше. Нефтегазовые санкции. Авторы вот этого законопроекта предлагают запретить всем иностранным компаниям сотрудничать с российскими нефтяными и газовыми компаниями и вкладывать любые деньги в Россию и в российские нефтегазовые проекты за пределами России. Это перекончит сразу всякие потоки. Южный, северный, северный поток-2 и так далее, так далее. В общем, все. На этом остановится российская нефтегазовая экспансия в мире. Кроме того, в России, знаете, не производят очень сложную технику для добычи все более и более тяжелой и сложной российской нефти. Без этой техники и без этих расходных материалов, которые можно купить только на Западе, добыча нефти в России просто встанет. Не будет добываться нефти в России, да и газ тоже не будет добываться. В общем, все очень плохо. Там не будет кредитных денег, банки будут лопнуть, ну, полопаются все государства, будут пустые карманы и нефтегазовые секторы российские остановятся. Кроме того, это вот то, что касается экономики, да, вот эта ДАСКа предполагает. Дальше. Персональные санкции. Директор национальной разведки будет обязан искать по всему миру личные капиталы Владимира Путина, приближенных к нему людей, а также вот те деньги, которые формально вроде как не путинские, но на самом деле путинские. Помните такого вилончелиста Раул Дугина, у которого нашли 3 миллиарда долларов, которые, скорее всего, были путинские? Так вот, с этим законопроектом эти 3 миллиарда у Раул Дугина отобрали бы. То есть не у Раул Дугина, по сути дела, фактически у Путина. Кроме того, там создается целый огромный список людей, которые поддержали и выступали за оккупацию Крыма, за войну в Сирию, за войну в Ливии и так далее, так далее. В общем, практически вся российская элита попадет в этот санкционный список. Туда, кстати, вроде бы даже Медведчука украинского, вот этого олигарха, собираются запихать. В общем, много, куча народа, которые такие неприятные люди всякие разные, они там окажутся и, по сути дела, им будет закрыт выезд из Российской Федерации. Ну и вишенка на этом, как говорится, торте санкционном. Это будет рассмотрение вопроса о признании России государством-спонсором терроризма. Представьте себе даже такое. Дело дойдет в этом случае, если его признают таким государством, дойдет до отключения системы СВИД для закрытия посольства США, для запрета на прямое авиасообщение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. В общем, это очень-очень классный закон. Внесли его на рассмотрение в 2018 году. По идее, если бы все было хорошо, то уже в 2019 году этот закон должен был бы прикончить путинский режим просто на корню. Но! Дональд Трамп спас Владимира Путина от, так сказать, мгновенной смерти. Он вообще с самого начала мешал внесению и рассмотрению этого законопроекта, а потом, когда профильный комитет Сената США, где большинство составляют республиканцы, профильный комитет по международным делам, он одобрил этот законопроект. Это произошло в декабре прошлого года, в 2019 года. То есть, представляете, почти два года прошло между внесением на рассмотрение и одобрением профильного комитета. Очень много времени. Так вот, вот тогда Трамп опять спас. Как пишет Daily Beast, с Белого дома в Сенат пришло беспрецедентно жесткое письмо с требованием отменить голосование по доскам. В этом письме сказано, что, цитата, целью законопроекта видится создание повода для изначального признания России виновной. То есть, Трамп в России не считает виновной, и поэтому он потребовал от своих однопартийцев, республиканцев прекратить рассмотрение этого законопроекта. Поскольку республиканцы сейчас составляют большинство в Сенате, законопроект положили на полочку сейчас. Так вот, и это, причем, что интересно, это все случилось еще во время импичмента. То есть, Трамп во время импичмента теоретически должен был спасать только исключительно свою филейную часть. Но он, Трамп, боже, Трамп, человек, которому на всех всегда наплевать, он вдруг побежал спасать Владимира Путина. Это удивительно. Мне кажется, это уникальный случай в истории Дональда Трампа, когда он стал спасать не себя, а кого-то другого. Причем в такой серьезный момент. Видимо, Путин ему очень-очень-очень-очень дорог, раз он его вот так спас. К счастью, конгрессмены-республиканцы об этом законопроекте помнят. А вот буквально на днях 150 человек подписали доклад, еще приняли доклад, в котором содержатся рекомендации принятия этого законопроекта, а также куча других всяких санкций. Трамп ни в коем случае этого делать не позволит. Ну, не даст принять этот законопроект. Мы это уже видим, сколько вот все 4 года правления Дональда Трампа этот законопроект не был принят. Поэтому Америке нужен новый президент. Именно поэтому я жду победы Джо Байдена. Я знаю, что многие люди любят Трампа, он им нравится по разным всяким причинам, но я вам могу сказать, может Трамп хороший, может он просто золотой бриллиантовый, но пока Трамп находится у власти, у власти будет и Владимир Путин. Поэтому, как только американцы избавятся от Дональда Трампа, вот тогда появится серьезный шанс на принятие вот этого законопроекта доска, который просто вгонит в путинский режим вот этот осиновый кол и в сердце, и в голову, и куда угодно. И сразу же российские олигархи, если они захотят не расстаться на веки вечные со своими денежками, которые у них припрятаны на Западе, в Швейцарии, в Америке, где угодно, со своими яхтами, со своими домами в Лондоне и прочими замками в Швейцарии, в Германии. Так вот, если они все это захотят себе сохранить, в этом случае они просто обязаны будут взять Владимира Путина под белые руки и по образу и подобию Роберта Мугабы в славной стране Зимбабве вывезти его, посадить его под суд, а еще лучше отправить в Солнечную Гаагу, где им займутся специально обученные прокуроры. Кстати, прокурорам гаагским есть, что предъявить Владимиру Путину, я надеюсь, что они это сделают и предъявят, потому что без этого как бы фокус не получится. Ну и смотрите, сейчас Россия, конечно, глядя вот это на все происходящее, потому что в России же понимают, к чему дело-то идет, да? Поэтому сейчас Российская Федерация будет делать все возможное, а также все невозможное, чтобы поддержать Дональда Трампа на выборах в ноябре 2020 года. И там будет, знаете, и компромат на Джо Байдена, и попытки вмешаться на стороне Трампа, будет разжигать и расизм, и ксенофобию внутри самой Америки. Может, какая-то война начнется, чтобы повысить рейтинг Трампа, чтобы показать, какой он крутой tough guy и все такое прочее, чтобы люди, так сказать, сплотились. Может, какой-то теракт в Америке они устроят, лишь бы, знаете, вот как было в 11 сентября, когда после теракта 11 сентября рейтинг популярности Джорджа Буша-младшего подскочил до небес. Что-то они обязательно попытаются устроить. Я почти не сомневаюсь, что Россия пойдет вообще, блин, на любые средства, лишь бы только не был принят вот этот вот законопроект ДАСК. Поэтому американцам сейчас надо быть супер бдительными, супер на чуку. Потому что я уверен, что Россия бросит такие силы на победу Трампа, что Байдену будет супер-супер-супер сложно победить. Но нервозность в Москве, кстати, интересно, что уже сейчас проявляется. Вот это пресс-алкаше Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, поиначе не назовешь, конечно, такая женщина колоритная. Так вот она объявила, что вот этот доклад, опубликованный в Вашингтоне, это очередное проявление русофобии. Что касается русофобии, отличное словечко, мне оно очень нравится. То, что в Кремле называют русофобией, это закон природы, это что-то очень опасное для Кремля. Вот слово русофобия, они приберегают только для каких-то самых страшных вещей для себя. Вот значит, очень-очень они боятся этого доклада и очень-очень они боятся принятия соответствующего законопроекта. Поэтому, раз уж они обзывают это дело русофобии, точно, как говорится, 100% я вам гарантирую, что все, что они очень сильно напуганы. Ну и сам Путин, кстати, объявил, что считает американский законопроект об этих санкциях нелегитимным с точки зрения международного права. То есть захватывать Крым у него очень легитимно. А вот законопроекты о Медведеве, Дмитрий Медведев, помните, был такой премьер-министр, еще до этого он был президентом. Так вот, он только что буквально сегодня написал статью для одного из российских журналов, который объявил антигуманными западные санкции и призвал их вообще снять на волне COVID-19 и не выводить новые. Однако, я вам еще последнее что-то на эту тему хочу сказать. Если все пойдет по моему зловещему плану, то в 2020 году Джо Байден станет президентом, вернее победит, в 2021 году он станет президентом, а через полгода примет закон ДАСКО. И к новому, в 2022 году российская элита снимет Путина с трона и отнесет его торжественно в город Гагу. Таким образом, режим Владимира Путина прекратит свое существование. Сейчас у нас новости рекламы и встретимся через перерывчик. Званы Яковина, Радио НВ, продолжаем разговорники. Саша пишет в Вайбер, что поспорил с друзьями, что Трамп победит, поэтому надо Дональд. Я вас уверяю, Саша, если победит Байден, жизнь ваша станет намного лучше, чем если победит Трамп. Поэтому, пожалуйста, можете отыграть свой спор назад. Мария спрашивает, куда перечислять деньги для поездок на Марс. И подпись у Марии почему-то Илья, не знаю. Пока никуда, пока храните деньги в сберегательной кассе, с деньгами потом разбираться. Когда Маск свои первые корабли построит, тогда я уже кину кличи, начнем собирать мне билеты на Марс. Так, итак, смотрите. Вы же помните, да, я сказал, что по закону ДАСКО, вот этому вот закону на принятие, которого я надеюсь после победы Джо Байдена на выборах президента США. И так вот, по этому закону Россию можно будет признать страной-спонсором терроризма. И после этого будут введены супер-супер жесткие санкции, такие примерно, как сейчас у американцев, введены против Ирана. И это поможет, конечно, быстренько избавиться россиянам от режима Владимира Путина. Так вот, что я хочу сказать. Прямо сейчас в славной стране Нидерланда идет судебный процесс, который позволит сделать это формально. Что это? Имеется в виду объявить страну, Россию страну, спонсором терроризма. То есть со всеми необходимыми документами и печатями и прочим-прочим. Итак, смотрите. Кремль всегда заявлял, что, как вы знаете, я думаю, что российские военные спецслужбы не принимают никакого участия в войне на Донбассе. Всегда говорили, что какие ваши доказательства. И знаете, это особенно как бы подлинно звучало после того, как в июле, скоро, кстати, будет сколько-то уже, 6 лет, да? В июле 2014 года над Донбассом был сбит малазийский Боинг рейс NH-17, на борту которого было 2098 человек... Так, что-то я вру. Нет, извините. 298 человек, да, заговорился уже. 298 человек, мне с математикой просто плохо. Он был сбит, этот самолет, ракеты, которая выпущена была из российской установки БУК, установка тактической ПВО. Эту установку, соответственно, привезли на Донбасс из Курской области Российской Федерации. Все это установлено многочисленными документами, фото, видео, переговорами участников доставки и так далее, и так далее. То есть, короче, это задокументировано очень хорошо. 300 тогда почти человек погибли, да. И из-за того, что вот действительно самолет разбился, куча народа погибла, Запад действительно начал сбор доказательств. Вот, потому что говорили, какие ваши доказательства. Ну, западники сказали, ну, давайте поищем заказательств. Шесть лет работы ушло у них на это. Ну, и вот сейчас начался суд, на котором эти доказательства, собственно, уже и представляют. Мне тут кто-то пишет, да, что на борту было 80 детей. Да, действительно, очень много детей погибло, к сожалению, на этом самолете. Там, так, на суде уже рассказали о том, как Россия обстрелила Украину из градов и артиллерии через границу. То есть, Россия официально участвовала в войне против Украины. Россия поставляла на украинскую территорию боевиков, финансирование, оружие, продовольствие и все прочее. То есть, помните, вот эти, так называемые, гуманитарные конвои, которые шли через границу и которые никто не досматривал. Там, я допускаю, что в части этих конвоев действительно была какая-то там еда или что-то, мука там, да. Но, конечно, по большей части это было оружие и военные материалы. Дальше. И вот, как минимум, две установки БУК тоже таким образом переправили через границу в Луганскую область и в Донецкую область. Голландские следователи показали много уже чего, но еще далеко не все. Ну, в общем, сейчас уже очевидно, что война на востоке Украины была абсолютно точно международным конфликтом. Россия в ней участвовала. Доказательства, собственно, фотки, спутниковые снимки, ролики, видеоролики, перехваты телефонных переговоров. Все это обработано, собрано, задокументировано. К каждому доказательству присвоен номер и так далее, и так далее. Ну, это, так сказать, все равно то, что доказано участие России в этом конфликте, это побочная, так сказать, ветвь. Главное все-таки все равно расследование сбития Боинга. Сейчас обвиняемых четверо, трое из них граждане Российской Федерации, один только украинец. Они скрываются от следствия, но сейчас там их объявили в международный розыск. Но самое главное, вот что. Эти люди на месте отдавали приказу экипажу БУКа. Экипаж БУКа, кстати, был, судя по всему, российским, потому что на них была российская форма, на солдатах, офицерах, которые в этом экипаже были. То есть это непосредственно те люди, которые кнопку нажимали, да, и их, скорее всего, освободят от ответственности за то, что они сбили гражданский самолет. Почему? Потому что, ну, очевидно, что это была ошибка, скорее всего, они хотели сбить военный самолет, это во-первых. А во-вторых, ну, это даже не столько важно. Важно то, что они в этот момент находились в военной форме и выполняли приказы своего командования, то есть они были стороной, участвующей в международном конфликте. По голландским законам, если какие-то люди являются солдатами на войне, то они, в общем, имеют право убивать, их за это нельзя судить. Ну, это как бы логично, потому что чем же еще солдатам на войне заниматься? Но вот те люди, которые выше составляли командование вот этих вот, соответственно, непосредственно солдат, да, стрелявших из бука, вот тех людей, которые отдавали приказы этим людям, вот с ними там все сложнее. Официально Кремль, Министерство обороны Российской Федерации категорически отрицают, что Россия, хоть кто-то из России участвовал и вообще является участником этой войны. Но, то есть, типа, российские вооруженные силы никогда не пересекали территорию, украинскую границу и не переходили на территорию Украины. При этом они говорят, что, ну, как бы, понимаете, если раз так, то если российские вообще войска не пересекали, то у них не может быть так называемого иммунитета комбатанта. Что такое иммунитет комбатанта? Это вот как у этих самых мелких солдат на буке, да, то есть военная форма, участники войны, все. Вот если они участвуют официально в войне, то у них этот иммунитет есть. А если вы говорите, что я не участвовал в войне, да, вот там какой-нибудь полковник или генерал, говорит, я не был там, не участвовал, ничего не знаю. Но следствие устанавливает, что вы все-таки участвовали в войне, то в этом случае этот человек, этот полковник или этот генерал становится не комбатантом, и у него не будет иммунитета комбатанта, а он будет обычным террористом-боевиком. То есть, смотрите, вот кто к этим людям, кто может попасть в число таких людей? Ну, во-первых, это некий высокопоставленный офицер ГРУ Олег Иванников, который лично контролировал переброску через границу в Украину, как минимум еще одного комплекса БУК, незадолго до сбития MH17. Кроме того, из телефонных переговоров, перехваченных, ясно, что поставки оружия в Украину курировал лично министр обороны России Сергей Шуйгу. То есть, до него тянется это. То же самое Александр Бортников, который главный ФСБшник российский, тоже занимался этими вопросами. Соответственно, Бортников и Шуйга обязательно через некоторое время тоже получат обвинение в организации убийства 300 пассажиров и членов экипажа малайзийского Боинга. Понятно, да? Их участие в этом деле доказано, но при этом они сами отказываются взять себе иммунитет комбатанта, поскольку говорят, что они не воевали. Да? То есть, ну, не хотите, так сказать, иммунитета, но не будет у вас иммунитета, значит, будете отвечать по закону. То есть, таким образом, этим людям и Шойгу, и Бортникову, и куче других, видимо, российских офицеров, там, ГРУ и ФСБ, которые занимались переброской войск, занимались переброской БУКов, помощью этим БУКов и так далее, вот этим всем людям предъявят обвинение в организации убийства массового, да, и выпишут ордер на их международный арест. Почему? Потому что, ну, вот политика их там нет, да, не подлежит пересмотру, да. Ведь, как мы понимаем, Владимир Путин никогда не признает, что Шойгу и Бортников участвовали в войне в Украине, да. Поэтому эти люди, Шойгу и Бортников, означают, с точки зрения голландского права, они будут не военными, не военнослужащими, там, сражающимися за родину, да, так или иначе, а террористами и убийцами. Поскольку российское государство их спонсировало и поскольку российское государство их будет укрывать, то оно официально по голландским законам станет государством спонсором терроризма. Как говорится, с бумагами, с доказательствами, с печатями, с подписями и с тремя стами могилами погибших пассажиров и членов экипажа этого Боинга. Кремль, я так подозреваю, он думал, что вечно сможет хохотать над Западом, водить его за нос, рассказывать, что где ваши доказательства, не нести никакой ответственности за начатую на Донбассе войну и за убийство пассажиров от этого Боинга. Но сейчас голландцы очень хорошо, очень крепко взяли товарищей из Кремля за яйца и уже не отпустят, не отпустят, надо это понимать, через пару лет и Шойгу, и Путину, видимо, и Бастрикину, и Бортникову, извините, да, придется все-таки переехать в Гаагу. Если, конечно, Джо Байден победит на выборах президента США, хотя у Байдена в этом случае, если он победит и станет президентом США, будет огромная куча других проблем, может быть, даже успею о части из них сейчас рассказать. Так, сейчас читаю Viber, добрый вечер, Иван, это такое просто пожелание, а не вопрос был. Ну ладно, короче, смотрите, давайте про Северную Корею немножко поговорим, потому что очень интересная тема, как мне кажется. Так, мне кажется, Северная Корея это супер важная история, почему? Потому что там сейчас тоже происходят, мне кажется, тектонические такие события. Итак, поехали, смотрите. Коронавирусная вот эта инфекция очень сильно повлияла сейчас на жизнь во всех странах мира, включая, конечно, собственно, и саму КНДР. Эта страна и раньше-то была очень такой закрытой, малодоступной для иностранцев, а сейчас ее просто наглухо заварили, просто, можно сказать, не въехать туда, не выехать оттуда просто невозможно. Что сейчас проходит в КНДР, никто толком не знает, и какие-то, знаете, только странные, может быть, спекуляции можно сделать. Я, собственно, попытался вот поспекулировать на эту тему, сейчас вот вам расскажу об этом. Первое, что бросается в глаза, конечно, это очевидное сокращение, просто катастрофическое сокращение присутствия верховного лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в информационном пространстве этой страны. Он просто, по сути дела, пропал. За последние два месяца он появлялся всего лишь два раза. Один раз в начале мая на открытии фабрики по производству удобрений, второй раз в начале июня на заседании правительства, где он почему-то появился в белых штанах, в белой рубашке. Оба раза он почти ничего не говорил, сидел молча, ну, стоял молча в первом случае. Вот зато его младшая сестра, которую зовут ее, интересное имя, Ким Йо Чен, в последнее время неожиданно просто стала главным ньюсмейкером своей страны. Сейчас она почти ежедневно уже выступает с очень серьезными заявлениями в адрес США и Южной Кореи. И, ну, вообще, это такой интересный персонаж, потому что раньше ее вообще не было видно, она вообще нигде не появлялась. Даже сам факт ее существования многим ставился под вопрос. Но за последние несколько дней по приказу вот этой самой замечательной товарища Йо на границе двух Корей взорвали специальный зал для ведения переговоров, где ее старший брат Ким Чен Ын, а также руководство Южной Кореи примерно два года назад договорилось о мире сотрудничестве и даже о совместных предприятиях в экономической сфере. Почти одновременно товарищ Йо приказал отключить вообще все контакты, телефоны и любые другие с Южной Кореи, а также стянуть войска в демилитаризованную зону на 38-й параллели. При этом она пнула еще и южнокорейского президента, который зовут Мун Джей Ин. Знаете, как товарищ Йо его назвала? Мне очень понравилось. Шелудивый ублюдочный пес, который сам залез в американский ошейник и сейчас лижет своим заокеанским руководителем руки. Вот такое вот высказывание. Мне кажется, классно это принцесса севернокорейская высказывает. Вообще, надо сказать, что такого рода речи в Северной Корее позволено говорить только одному человеку, верховному правителю. Все остальные должны помалкивать. Насколько я понимаю, сейчас там ситуация складывается таким образом, что сам этот верховный правитель, а именно такой толстенький, глупенький, больной и ленивый Ким Чен Ын, который много курит и пьет, вообще не занимается спортом, сейчас формально-то он остается главой Северной Кореи. Однако, в реальности все образы правления забрала себе уже его замечательная молодая сестричка, принцесса северокорейская по имени Йо. Ну, а самого этого северного корейца, самого главного, знаете, возят его там туда-сюда и фотографируют на заседаниях правительства, но еще иногда на каких-то заводах. Ну, смотрите, в отличие от старшего своего брата, северокорейская это принцесса, она очень дисциплинированная, собранная, жесткая, умная, училась в Швейцарии, у нее военные компьютерные образования, она была, кстати, устроителем культа личности своего брата и заменяла его, когда он болел, то есть у нее опыт управления есть. Но, помимо всего прочего, как я понял, ей уже надоело быть принцессой, она захотела стать владычицей морской, то есть королевой, ну, а брату своему отвела чисто церемониальную роль. Я могу сейчас, конечно, только догадываться, зачем мне это понадобилось, но, в принципе, главная внешнеполитическая цель Северной Кореи всегда была это снятие международных экономических санкций при сохранении у этой страны атомного оружия. И вот сейчас, перед выборами президента США, есть отличная возможность добиться этого. Трампу для переизбрания очень нужна будет какая-то внешнеполитическая победа, и Северная Корея, с одной стороны, может сейчас замутить какую-то неприятную заваруху с Южной Кореей, там какую-то войну, не войну, обстрел, не обстрел, ну что-то такое могут они абсолютно легко сделать. И потом, представляете себе, потребуют вмешательства Трампа, и Трамп вмешается, и он, значит, приедет такой на белом корее, на коне две Кореи помирит, все разрулит и так далее, и получит еще Нобелевскую премию мира, может быть, а может и не быть, но в любом случае он бы смог получить такой статус миротворца, прекрасного дипломата и так далее, и так далее. Ну а Северная Корея, в свою очередь, от Дональда Трампа могла бы получить какие-то плюшки в виде снятия тех или иных санкций, которые сейчас действуют против Северной Кореи. Я думаю, что у товарища Йо, у принцессы Йо, как угодно называйте, у нее может быть и куча других всяких разных замыслов в голове, которые она понимает, что может реализовать их только сама, а ее брат, конечно, балбес на это абсолютно не способен, ну просто потому, что он реально очень тупой. Вы знаете, пару раз я слышал его выступление, он реально лык и не вяжет, очень странный чувак говорить просто не умеет, даже по-корейски, я уже молчу, конечно, про какой-нибудь английский язык или что-нибудь из этой серии, но вообще он реально глуповатый дядя. Так вот, благодаря тому, что сейчас у них появилось у Северных Корейцев такая суперкрутая Серсея Ланнистер, да, или Серсея Йо, у них там у Северных Корейцев, я думаю, сейчас дела пойдут на поправку, и вполне вероятно, что все у них будет очень-очень хорошо. Ну, по крайней мере, я думаю, она всяко поумнее, чем Дональд Трамп, но выглядит точно умнее, чем Трамп, и то, что она делает умнее, чем Трамп, поэтому я думаю, вполне вероятно, что она сумеет добиться от Трампа того, чего хочет она, а не того, чего Трамп хочет от нее и вообще от Северной Кореи. В общем, мне кажется, сейчас, конечно, пока, давайте честно скажем, слишком рано говорить и слишком рано делать такие прогнозы на очень далекое будущее, это все лишь моя версия событий, но я хочу напомнить еще раз, что мир, конечно, ничего не знает о том, что происходит в Северной Корее на 100%, но через неделю-другую, когда станет понятно вообще, в каком направлении сейчас разворачивается общая ситуация на корейском полуострове, где сейчас, очевидно, абсолютно нагнетается напряженность, вот через недельку-другую станет понятно, куда это все движется, выруливает, и вот тогда, я совершенно уверен, мы сможем понять, стала ли госпожа Йо новым корейским начальником, начальницей, это во-первых, а во-вторых, есть ли у нее какой-то особый хитрый план в отношении Соединенных Штатов и американского этого глупого президента, которого зовут Дональд Трамп. На этом у меня сегодня все, с вами был Иван Яковина, да пребудет с вами сила и пока-пока. Радио НВ